IT-сфера, мы не собираемся ее сворачивать, тем более мы, как некоторые тут говорят, вот там Лукашенко сейчас всех айтишников повыгоняет. Да нет, не зря я этот парк создавал, он работает и будет работать. Я просто сейчас занимаюсь плотно этим вопросом, потому что мне надо встретиться с айтишниками, и не только в IT-парке. IT-парк дал толчок к развитию айтишной сферы на всех предприятиях, в Академии. Надо поговорить с Линой, какая помощь нужна. Я думаю, опять же, мы с Россией тут многое можем сделать. Мы в конце концов должны склонить наших айтишников к производству готового конечного продукта, а не на побегушках быть у крупных компаний. Да, деньги, да, миллиарды, доллары, все это понятно, надо делать с нуля готовый продукт. И осваивать его здесь, на постсоветском пространстве, прежде всего, в Галауси и России. Поэтому есть где развернуться. Да, конечно, нужны будут определенные средства. Но это не гигантские деньги. Мы вместе можем найти. И не обязательно там где-то по отдельности. Мы можем в союзном нашем бюджете, это вам знакомо, предусмотреть определенную тематику, определенную и развивать. Поэтому я думаю, что вот кооперация и импортозамещение – это те пути, по которым мы должны сегодня продвигаться. Все остальные вопросы вам понятны. Вы знаете нашу позицию, начиная от специальной военной операции и заканчивая стратегией развития и в космосе и так далее. Мы свято соблюдаем это. Вы даже можете не переживать, вы всегда можете положиться на Беларусь. Здесь живут надежные и стабильные люди. Продолжение следует...